добрый день хотел бы вот еще какой момент тут как бы включился наш зубоящик но и как бы из ведомства скворцова какое-то значит лицо значит делал доклад и но врачи вроде от инициативы вот насчет принудительных прививок но как бы вроде временно отказались то ли будут то ли вот как-то не изменили изменить хотят что те кто заболел дети тех будут родителей еще добавить что там горе так сказать вот я вот они одного не пойму вроде бы как это под соусом что человек желает добра и вот силы это добро навязать я как бы не буду повторять свое выступление насчет свое свои материалы насчет прививок да то вот я не понимаю одного но у нас выставляют какими-то дурными там что вот что не надо обращать внимание на заявление сороса что они будут применять прививки которые будут приводить бесплодию там но мол это какой-то бомжка который наверное не надо обращать внимание вот но вот я хотел бы обратить то внимание то как бы коммунистических комиссарши всех вот этих вот комиссарских властей то что но вот это упорство вот это вот желание навязать как вот вроде впечатление что скворцова задание от кого-то получилось и это всех удивляет это всех удивляет потому что где действительно надо какие-то чтобы инвалиду дали бесплатную коляску этого не это вот давайте наказывать тех инвалидов которые отказываются например управляемую коляску там но на электричестве там взять там или как-то или я вот еще привозил ну давайте начнем если уж обязательно вот надо в область медицины прививки принести ну как сказать какое-то вымогательство наказывание но я предложил бы такую за место навязывать стоматологии дорогие стоматологические услуги вот ведь прививки тоже стоит денег да может там начать не со сверхдорогих но важен процесс но поставил себе человек дешевую пломбу так место дорогой который ему давали бесплатно а он взял себе поставил мы его ловим и пять плети ему вот чтобы вносить знаете вот это будет не очень демократично мне кажется да и наверно может не правь но я и слова против не скажу потому что но вот это первый именно таким способом навязал картошку так сказать народ да там пошли бунты а он просто выборол всех и заставил садить так сказать ну никто особенно на него не обижается по сей день вот но так и я хочу сказать я вот предложил же там опыты провести там чтобы это все вывести на всенародное обсуждение что ей же было потом доверие нет об этом чиновник конечно не но и дальше как бы такой момент что я как бы хочу сказать что если ну как бы мечтает о репрессии есть вот репрессии которые я бы поддержал но например вот эти бандиты которые калечат людей да это же какая нагрузка вот скажем человек заболел и мы как добрые христиане скажем так ему помогаем это понятно но это как бы и каждый из нас может также забыть это понятно это природа против нее не попрек а здесь же как какая-то тварь мракоби какой-то вонючий там рэнкетер бандит умышленно совершенно калечить людей мало того что он травму человеку при ну и он же и общество за да мы же не можем человека бросить сказать ну и помирай себе да и и пожалуйста мы лечим да и все так вот давайте вот этих я не говорю всех судимых то только когда мы не имеют мне отношения мало то какие есть я вот даже из этой области убрал бы людей которые осуждены за превышение необходимые барону поскольку та сторона спровоцировал за человека да вот то есть полностью брал неважно какой там срок какая-то тяжесть а вот здесь здесь вот как бы ну вот почему то вот знаете вот это валяется на поверхность и никакие академики никакие вот это запополнено а травматологические пункты завалены людьми которые пострадали избиты ну там искалечены вот какой-то идет профессор какой-то да вот то сколько профессоров вот так как и в области медицины просто убили забили искалечили это же ущерб то и не только даже этому человеку не только медицинскому учреждению но мы же потом от этого человека ничего не получим то и колоссальный пуппу 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 я это вот этот случай когда убивали докторов нау как-то калечили и это полным полно это заполнено все ну вот а вынесли человеку ну ну вот хорошо там вторую судимость треть уже ясно что он этим занимается постоянно да вот все и пусть он уходит и оплачивает как иностранный гражданин вот и нету как бы его понижение в правах там вот у судима а то разведут димагон судима снято то есть на по просто ударил один раз вот как там пишут легкий телес откуда вы знаете что легкий может быть потом у человека через двадцать лет а месте удара будет раковая опухоль вы вы то откуда знаете что легкая нелегкая всякую глупость там понапишут сделали вообще первых никакой градации по степени там нанесение телесных там повреждений и тому подобное вот хотя бы ну ну вот у скворцовой ни слова про это ее интересуют тупо прививки больше чего не интересует да мало ли ну ну не нравится стоматология не любите стоматологию давайте другую хотя вот если бы скворцово начало навязывать стоматологические услуги то и к прививкам то бы появилось что но явно люди бы увидели что человек действует не по заказу вот моя мать говорила что вот эти вот все чиновники продажные она была врач что а у них там коммерция одна на уме вот и и я абсолютно ей доверяю и да и мы и сами это ведь я ничего не хочу сказать против наших замечательных врачей которые еще не сбежали от комиссаров за границу ну вот как бы так и вот я еще как бы ну вот видите просто есть реакция воде подвижки вроде пока значит вот этот подзавис закон ну так же вот савдеповский ящик сегодня сообщил что вот было сообщение что православная церковь там с какими-то вроде как нашлась секту которые родовые имения там какие-то кто-то создал но вот я упоминал тоже родовых имениях я хочу сказать у меня уже не одну мою идею какой-то куча то воруют какие-то знаете я вот не знаю про этих людей ничего конкретно но я просто так говорю что вот я к этому никакого отношения не имею потому что те родовые имения которые я предлагал по законодатель связи в крыму они возможны только в случае полный полного изменения политической ситуации это вот тут я просто так это не сделаешь потому что только дурное дело делать и изменение законодательства то есть там что речь об изменении законодательства в том смысле что мы на и если наделяем и человека поместим крыму устроим ему небольшой отель то и таким образом мы уничтожаем пролетариат то есть человек из пролетария становится место для зюга для работы зюгановца прочей джугашвили вской сволочи вот она как бы а ограничивается то есть вот то есть стабильность общества я там предлагал да потому что вот эта область сочи крыма бандеровцы там крым вообще опустили ниже плинтуса так сказать если у нас там где-то что-то делал с эти вообще то просто выкачивали ресурсы все что можно но вот какие то что то там было и все вот и я почему об этом вопросе говорю так что я вот к этому потому что на эти и я вот начинаю что-то делать и обязательно какая-то ко мне при 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 привяжется вот я даже говорил о практическом бессмертии да ну я говорил соединение ну я говорил соединение криогенной технологии с медицинской да вот с космическими проектами вот ну это же задача очень непростая и вот я уже вижу в теле в интернете вот дашь нам денег там показан какой-то это раб который тащит кубик и получишь бессмертие ну я вот тоже к этому никакого отношения не имею то есть могут люди находиться которые брать мои идеи и вот это вот у меня тысячу раз наблюдалось я о чем-то молчу находится какой-то барыга коммунист который начинает все джу или джугашвиливать с барыга нет сейчас тоже все барыги и начинают все нахратить свинячить ну вот я так хочу привести такой пример я все время свое время даже клеил листовки по новосибирску предлагаю создать центр наукоемких технологий об этом тогда вот это еще давно было молчок вот ничего вот как зомбоящик взорвался вот прямо с этого высокий прям переделали мое типа они там умные они вот придумали высокий ну вы выхолостили в самом вот этом определении они выхолостили название наукоемкие что значит высокие ростом что ли высокий или недалекий ум и вот они долбили долбили эти все журналы высокие этих высокие этих и вот это академия плагиаторских наук вот все все что вот этими комиссарами создано все это бу 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 и чем кончилось ничем они сейчас заглохли и а потом уже не сунешься это уже везде не набила оскомину хорошая идея уже выхолощена вот так что ты просто говоришь а уже для людей это какой-то пустой звон там или гром неба или он там просто не реагирует человек потому что уже столько ля 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 бла 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 ля ля бла 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 и все вот я как бы вот это я подхожу немножко к этим опросам так как подходил петр первый реально вот он задумал подводный флот сделать вот значит он еще когда другие там вот эти вот еще и не чухались а он уже залез бочку и сидел там час пробовал там все вот да и мне особенно понравилось когда все таки она затонула чиновники хи 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 ха ха он сказал ну-ка заткнитесь бочку достать кто посмеет над автором над создателем насмехаться выпарю да и все вот как бы его как бы решение вот создатель первый кунц камеры да это вот первый наш считайте банк генетики даже вот может быть немножко принадлежит первенство то не вавилову которого казнили вонючие джугашвилевцы вот этот гной да вот этот бутафорский этот генералиссимус казнил да вот со своими этими упырями вот а вот как бы даже петру первому вот ну при петре первого бы этого варюгу джугашвили бы вздернули бы на веревке через пять минут и были бы все счастливы и довольны понимаете вот это как он сказал это а вот этого говорит разбойника повесить на базарной площади в кунгури вот так он решал с джугашвилевцами вопрос тогдашнего всего доброго вот иисто сравнивайте да где вот один генералиссимус а что такое Петр Первый это предтечи Александра Суворов потому что к чему бы не касался Петр Первый кто был папа Александра Васильевича Суворов он был денщиком Петра вот какого он папу какого он денщика воспитал вот так вот этот денщик воспитал такого сына да я как бы и вот это надо надо сравнивать надо и не слушать это вот когда это долдонит да история не знает сослагательного наклоня история в тысячу раз умнее наших комиссаров она все знает это просто нас хотят вот какой-то фразы выключить такой какой-то анализ взвешивания принятие правильных уходов учитывания всех наших каких-то вот просчетов минусом всего всего Продолжение следует...